Сейчас я расскажу все подробности одного из главных событий прошлой недели, а вы пока подпишитесь на наш канал, нажмите колокольчик, поставьте лайк и, главное, комментируйте. А также задавайте вопросы. На некоторые из них я дам подробные ответы в отдельном видео. Субтитры создавал DimaTorzok Главным исходом этого воздушного столкновения стал телефонный разговор между военным руководством США и России. Впервые за долгие месяцы глава Пентагона Ллойд Остин и начальник генштаба вооруженных сил США Марк Милле поговорили с Сергеем Шойгу и Валерием Керасимовым. Если ты не рукопожатный, но очень хочешь поговорить, сбери чужой беспилотник. Похоже, именно такой путь выбрало российское военное руководство, чтобы начать диалог с американцами. Хотя что именно россияне жаждали обсудить со своими американскими коллегами, они не рассказывают. Ну а что же все-таки произошло над Черным морем в районе Крыма? 14 марта Пентагон сообщил о том, что американский беспилотник МКУ-9 Reaper был атакован двумя российскими истребителями, в результате чего получил повреждение винта и упал в Черное море. Командующий военно-воздушными силами США Джеймс Хеккер описал произошедшее так. Летательный аппарат МКУ-9 выполнял дежурные полеты в международном воздушном пространстве, когда российские истребители совершили опасный и непрофессиональный перехват дрона. Россия тут же на это ответила вот что. Смотрите сами. И срочное сообщение от Минобороны. Средства контроля ВКС России утром зафиксировали полет американского беспилотника в направлении нашей границы над Черным морем с выключенными транспондерами. В воздух были подняты российские истребители для идентификации нарушителя. Наши самолеты не применяли вооружение против дрона, который в результате резкого маневрирования утерял управление и упал в воду. Потерял управление и упал в воду, говорит российская пропагандистка Екатерина Андреева со ссылкой на российское Минобороны. Однако в наше время утаить правду сложно. Вслед за сообщением российского оборонного ведомства, которое распространили все федеральные СМИ, Пентагон публикует видео того, как произошло столкновение. Неудивительно, что самолет-разведчик ведет видеосъемку, правда? Вот это видео. Смотрите сами. На этих кадрах явно видно, как российский самолет пытается боднуть более медленный и менее мощный беспилотник. Ну и тут еще вот что интересно. Если дрон упал сам, то за что тогда Шайгун оградил пилотов Су-27, которые стали участниками этого инцидента? MQ-9 Reaper, его название переводится на русский язык как «жнец». Это разведывательно-ударный дрон, который летает на высоте до 13 километров с максимальной скоростью до 400 километров в час. На одной заправке он может продержаться в воздухе сутки. Американцы говорят, что совершают там регулярное патрулирование, потому как это важный товарный коридор, и этот инцидент их не остановит. Российское же военное руководство отвечает, что дрон приближался к государственной границе России с выключенными транспондерами. Это устройства, которые передают на Землю информацию о полете. Поэтому истребители подняли. Посмотреть, мол, что к чему. Минобороны России утверждают, что MQ-9 достиг, цитирую, границ района временного режима использования воздушного пространства, установленного в целях проведения так называемой спецоперации. И что, мол, об этих границах все были предупреждены. Но дело все в том, что если бы между Россией и Украиной не было войны, то все довольно просто. Международные территориальные воды и, соответственно, воздушное пространство – это 22 километра от берега государства. Но вот международной нормы, позволяющей стране во время конфликта в одностороннем порядке объявлять что-то своим, исключительным воздушным пространством и морской зоной за пределами признанных границ, не существует. Из-за этого разные страны спорят уже не один год. Как только американский жнец ушел на дно, секретарь российского совбеза Николай Патрушев сказал по телевизору, что Россия будет пытаться достать упавший беспилотник со дна морского, а позже появились сообщения, что уже даже вроде бы и достало. Хотя сделать это достаточно сложно. Что россияне хотели там найти – непонятно. Ведь модули памяти, установленные на борт, самоуничтожаются, а вся информация передается на американские серверы в режиме реального времени. Об инциденте над Черным морем моментально доложили Джо Байдену. И вскоре Белый дом заявил, что дальнейшей эскалации из-за инцидента не будет. В американском госдепартаменте заявили буквально следующее. Я думаю, лучшая оценка сейчас – это назвать их действия непреднамеренными. Но так ли это? Почему американцы так легко простили то, что российские военные утопили дрон стоимостью, между прочим, 30 миллионов долларов? Американцы могут себе позволить не обострять и без того непростые отношения с Москвой. Тем более, что провокации в воздухе Россия устраивает уже не впервые. Все мы слышали неоднократно, как российские военные борты пересекали воздушное пространство стран Балтии, Норвегии и даже Канады. Все из них – члены НАТО. Но всегда все заканчивалось в паре коротких заметок в прессе, не более. У России же явно две цели для совершения этой провокации. Во-первых, уничтожить дорогое оборудование. Во-вторых, и это мнение целого ряда обозревателей вызвать таким образом высоких американских чиновников на разговор. Я только что закончил разговор с моим российским коллегой, министром Шойгу. Я уже неоднократно говорил, что самое важное, чтобы большие страны были моделями прозрачности и коммуникации. А Соединенные Штаты продолжат полеты и операции там, где это разрешено международными нормами. Россия обязана использовать свои воздушные средства безопасно и профессионально. Ну и закончилось все тем, что страны НАТО впервые провели совместную воздушную операцию по перехвату российских военных самолетов. Уже на следующий день в воздушном пространстве Эстонии британские и немецкие истребители перехватили российский военно-транспортный самолет Ил-78, а потом еще один, Ан-148. Как по мне, все это напоминает взрослую и дорогую игру в салочки. Ну а вы смотрите сами.